Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Начало недели и новые события. Сегодняшний выпуск начнем с трагедии, которая шокирует многих и меня в том числе. Украинец в Берлине лег на дорогу посреди проспекта и, к сожалению, погиб. Около пяти утра в воскресенье проживавший во Франкфурте на Одере 41-летний гражданин Украины лег на правой полосе столичной улицы Карл-Маркс-Аллее. Это центральный проспект в восточной части Берлина. Мужчину переехал автомобиль Uber, за рулем которого была 51-летняя женщина. Она настолько шокирована, что обратилась за медицинской помощью. Мужчина уже лежал на дороге, когда водитель переехала его, заявили в полиции. По имеющейся информации, мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он скончался от травм, полученных при наезде автомобиля. Неясно, зачем украинец лег на проспект и как долго был там. На данный момент проводится расследование этой трагедии. Расследование в полном разгаре и по еще одному инциденту, который произошел в Германии на этих выходных. Во время музыкального фестиваля недалеко от Лейцига загорелось колесо обозрения с людьми в кабинах. Четыре человека получили ожоги. Пожар произошел на фестивале Хайфельд, который находится на озере Штернталь рядом с Лейпцигом. Накануне примерно в 9 часов вечера там загорелась кабинка колесо обозрения. Вскоре огонь перекинулся на вторую кабинку. В это время колесо продолжало работать и внутри кабинок находились люди. Представитель полиции Лейпцига сообщил, что в результате пожара четыре человека получили серьезные ожоги. Еще один человек пострадал от падения. Кроме того, 18 человек надышались угарным газом. Среди пострадавших есть как спасатели, так и полицейские. Руководитель немецкого Красного Креста уточнил, что два человека находятся в тяжелом состоянии. В связи с пожаром медицинскую помощь получили 65 человек. После направления следователя для выяснения причин пожара доступна первоначальная оценка. Ранее неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку. Расследование продолжается. Именно так говорится в сообщении полиции Саксонии, которое было опубликовано на ее странице VX. Уже стало известно, что в Баварии из клиники бежали четыре душевно больных преступника. В Баварии из специальной клиники для душевно больных преступников бежали четверо мужчин. По сообщению полиции, четверо пациентов в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из окружной больницы в городе Штраубинг вечером в субботу 17 августа. Полиция ведет интенсивный розыск беглецов. В операции задействованы вертолет и специально обучены собаки. Согласно сообщению полиции, четверо пациентов напали на одного из сотрудников клиники и вынудили его открыть ворота. Когда ворота были открыты, они сразу же отпустили своего пленника и бежали в направлении города Альбург. Подвергшийся насилию сотрудник был доставлен в другую клинику для получения медицинской помощи. Полиция в ночь на 18 августа обнародовала фото беглецов, предупредив население, что бежавшие представляют опасность. Она рекомендовала автомобилистам не подбирать голосующих на дороге, а в случае обнаружения беглецов не приближаться к ним, а вызывать сотрудников правоохранительных органов. Окружная полиция Штраубинга является специализированной клиникой судебной психиатрии и психотерапии. В Нижней Баварии это учреждение используется для содержания психически больных и наркотически зависимых преступников. И будем надеяться, что к моменту выхода этого видео преступники будут пойманы. Уже не менее огненная и взрывоопасная ситуация, но в плане накала страстей, произошла также в Лейпциге. Неонацисты в Германии больше не скрываются. И в минувшие выходные 500 из них собрались на вокзале Лейпцига, чтобы выступить против гей-парада, который прошел в городе. Было зафиксировано, как неонацисты зиговали, кричали средством массовой информации «Это район нацистов». При этом они были одеты в одежду, которая идентифицируется с крайне правыми в Германии, держа в руках флаг рейха и рисуя руками знак превосходства белых. Полиция, развернутая большими силами, остановила марш неонацистов еще до того, как он покинул вокзал и арестовала часть демонстрантов. Но на этом ситуация не закончилась. Также неспокойно на этих выходных было и в Берлине. Там прошел очередной пропалестинский митинг. Около 400 активистов в субботу вечером прошли маршем по Берлинскому району Кройцберг, а также провели демонстрацию. Протестующие кричали «Хамас!», «Палестина арабская!» и показывали руками треугольник, знак, который используется террористами для обозначения своей следующей цели. Один из демонстрантов даже скинул правую руку вверх в гитлеровском приветствии. Этот момент попал на видео. «Один геноцид не оправдывает другой» – гласил большой плакат, который принесли с собой участники акции. Пишевших на акцию про израильских активистов пришлось защищать сотрудникам полиции. В людей с израильскими флагами полетели бутылки, яйца и камни. Даже после того, как полицейские объявили о прекращении митинга, протестующие продолжили скандировать речевки, а других пострадавших пока что не сообщалось. Уже стало известно, что лидеры левых Германии покидают партию. Лидеры левых Жанин Вислер и Мартин Ширдеван сделали заявление о своем выходе из партии. Вислер и Ширдеван добавили, что не будут выдвигать свои кандидатуры на пост председателя партии на национальной партийной конференции, которая пройдет в октябре. По словам Вислер, у некоторых членов партии есть желание начать все с чистого листа в плане кадра. Ширдеван отметил, что последние два года партийной работы характеризовались в основном выяснением старых конфликтов и связанными с ними спорами. Вислер занимает пост председателя левых с весны 2021 года. Ширдеван был избран в руководство партии летом 2022 года. Последние годы левые терпели на выборах тяжелые поражения. По последним опросам они не смогут набрать нужных 5%. И уже разгорается скандал и дальнейшие споры по поводу военной помощи Украине. Напомню, ранее немецкий Минфин уведомил коллег из Минобороны, что ФРГ больше не может финансировать новую поддержку Украины. Источники в правительстве обвиняют в кризисе Олафа Шольца. По их словам, именно его канцелярия наложила такой запрет. Минобороны, в свою очередь, обвиняют в проблеме коллег-финансистов. Однако такое решение раскритиковали как в оппозиции, так и в правящих партиях ФРГ. Своё мнение политики высказывают как в социальных сетях, так и в интервью телеканалам, аргументируя тем, что подобная ситуация будет катастрофой для Украины. При этом на данный момент только Сара Вагенгнехт призвала усилить запрет и изъять все средства на поставки оружия из федерального бюджета на 2025 год. Свои слова она оправдывает последней информацией о подрыве северных потоков, которым, возможно, причастны украинцы. А мы с вами, как обычно, будем наблюдать за развитием ситуации.